Рак Рак Да, 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 всем привет, набирайтесь пока Сейчас, сейчас, сейчас Все обсудим, сейчас поговорим Букер крутой, салют ему Букер крутой Ну что, вы подсобрались? Да, спасибо, спасибо Надо потише, наверное, сделать Так, ладно, у вас под нас собралось уже немножечко Давайте, короче, с вами поговорим Потому что я Давненько с вами вообще не общался Расскажу, как у меня немного дела Происходят И все я делаю Вообще в этой жизни, в данный момент Короче Будем, наверное, вести отчет с момента Майского времени Потому что Последний Когда у меня дроп был? Примерно перед днем рождения? Или нет? Нет, я не смог, по-моему, дропнуться В свой день рождения Как не сильно хотел Я дропнулся в начале мая Короче, я решил особо сильно Время не тратить Не ебланить Как-то не отдыхать Прямиком после тура Сразу сел за работу Написал пару тратчиков Подумал, что они будут интересны И дропнул их Но Все же не нашел для себя Какой-то камень преткновения Как развиваться дальше Ввиду чего В мае месяце Сейчас какое? 21 число Ну, можно считать, что за месяц Проделал очень сильно Огромную такую работу Вообще по всем фронтам В плане музыки То есть написание Синтеза Текстов Ритмики Расширение Поиска себя И получил Очень такой Достаточно неплохой прогресс На самом деле Что лично меня удивило Потому что Допустим Те вопросы На которые я искал ответ Раньше по месяцу По несколько месяцев Я находил буквально За несколько часов Я хуй знаю С чем это вызвано Может быть тем Что я просто повзрослел И уже более логически Как-то к этому подхожу Или Мой проделанный опыт Набрал какую-то Критическую массу Но тем не менее Вижу я сейчас Себя под Несколько другим Ракурсом Я набрался И так далее Ну все Микстейпы Микстейпы Какие-то демо-альбомы EP в виде Раски Бэйсикс У меня есть пока что Действительно Один единственный альбом Это Шелби И Микстейпы Но мы Но мы вам его Без боя Так просто Блять Не дадим Поэтому Я хочу Проснять Маленький видосик На него Один очень Интересный Но Есть проблема Май заканчивается И Сейчас у нас Начнется Ебучий футбол Где-то До середины июля Он по-моему Середина июля До середины Августа Не самое лучшее время Для того Чтобы Что-то показывать Поэтому Скорее всего Мы с вами Увидимся Полноценно Мы с вами Увидимся В начале осени Не могу Сказать Что я буду Молчать Все это время Потому что У меня На горизонте Намечается Несколько Совместных работ Хуево Блять Знает Будут ли они В какой Они готовности И Найду ли я Время Для того Чтобы их сделать Ну Собственно Как это Обычно и бывает Типа Все это Может слететь Все это Может не слететь А может Что-то появиться Новое Поэтому Ничего не обещаю Но И как бы Не ухожу В долгий запой Я Высказываюсь О каких-то Своих Мыслях Делаю Какие-то Выводы Какие-то Умозаключения И все Их веду Через Телеграм Никого Собственно Не призываю Туда Подписываться Потому что У меня Не стоит Цель Развивать Этот канал На самом деле С какой-то Медийной Точки Зрения Не стоит Цель Набрать Как можно Больше Народа Стоит цель Как раз Таки Высказывать Какие-то Свои Мысли И если кому-то Это близко Если есть Какие-то Единомышленники Возможно Они смогут Посредством Моих Постов Ответить На какие-то Свои Вопросы Может быть Им это Будет Интересно Если будет Это просто Охуенно Вот Касаемо Релиза Касаемо Релиза Я явно Пересмотрю Такое понятие Как концепт Вообще То есть Если смотреть На Шелби Это был Какой-то Это была Какая-то попытка Реализовать Сюжет Я вот Все думал Типа Блять А как ты Напишешь Второй альбом Ты будешь Придумывать Новую сюжетную Какую-то линию Еще какую-то Хуйню Но на самом деле Блять Нет Все Все намного Проще Нужно Будет просто Поступить Немножко По-другому А как вы Это увидите Но это точно Не будет Какая-то Просто Клубная музыка Это Не Будет Что-то Из того Что Я делал Раньше Ну то есть Понятное дело Старые жанры Я буду Так же Охватывать Я буду Просто Привносить В них Что-то Новое Дело В том Что Я не Мог После Шелби Реализовать Себя В полной Мере На релизах Раски Бэйсикс Он Я не Получил Того Чего я Хотел В настоящей Мере Но Время Меня Немножечко Поджимало И я Выпустил Этот релиз Таким Каким Он Был Флоскоу Хоть и Выдался Интересным Для вас Но Опять же Я не Реализовал Тех возможностей По звуку Которые я Хотел Они Ответы На них Вот эти Ресурсы Вот этот Звук Который Мне Был Нужен Я Получил Его Буквально Вот Как раз Таки В этом Месяце Боролся Я И ковырялся За него Очень Долго Потому Что Если Кому Как Известно Делаю Я Все Один Учебников Блять И Инструкций Как Сделать Бит Который Мне Надо За 5 Минут Ни В интернете Нигде Нет И Если Ты Своей Блять Кукушкой До этого Не Додумаешься То Хуй Тебе Кто В этом Собственно Поможет Я Пытался С Очень Многими Людьми В Индустрии Сотрудничать Работать Касаемо Грайм Индустрии Если Это Можно Еще Назвать Конечно Индустрии Я Пытался Поработать Практически Со Давно Слушащие Фанаты Это Не Всегда Доводило До Хорошего Чего Та Иногда Были Даже Какие Скандалы Всем Им Это Известно Вот Мы Попробуем Реализовать Этим Летом Один Еще Интересный Проект Который Будет Не Подвязан На Мне Но Я Сейчас Работаю Над Ним Потому Что Походу Если Не Я То Никто Вот Поэтому Блять Работаю Дальше В режиме Мамы Терезы Блять И Дарю Людям То Что Они Сделают Без Меня Через Жопу Как Это Я Блять Непонятно Вам Наверное Все Рассказал Батлить Клэшить Я Больше Не Буду Я Не Вижу В Это Никакого Смысла Никакого Интереса Да Я В Принципе На Сам Дель Говорил Про Эту Хуйню Уже Очень Много Времени Очень Много Раз Какой Смысл Блять 150 Раз Об Этим Говорить В Баскет Да Играю Последнее Время Вот Прям Вот Из-за Того Что Погода Хорошая Я Выхожу На Площадку Начинаю Играть Понимаю Какое Я Говно И Вся Моя Игра В Баскетбол Заканчивается Тем Что Я Минут 30 Или 40 Тренирую Дриблинг Бешусь Бью Мяч Блять Ногой И Ухожу Через Несколько Дней Думаю Охуенно Сейчас Поиграю Но Опять Играю Как Говно И В итоге Опять Тренирую Дриблинг Опять Тренирую Броски И На Этом Вся Игра У меня Заканчивается И Так Было Два Или Три Раза Только В Четвертый Я Более Менее Мяч В руках Держал Ну Хули Я Последний Раз Если Я Играл Ну В смысле Продолжительно Играл Я Лет В 15 16 Блядь Сейчас Мне 25 Надеюсь Наверстаю Вот Я Не Слежу За батлами Я Не Слежу За Клэшами Практически Никакого Интереса В этом Не Вижу Ребят Я Баклил Ну Не Спиздеть С Года 2010 11 Из 2010 11 Года Я Знал Про Такой Формат Как Оффлайн Баттлы И Блядь Прям Грезил И мечтал Туда Попасть И Как Только Этот Проект Появился Я Типа Прикладывал Максимум Усилий Для того Чтобы Туда Попасть Но Я Себя В этом Попробовал Но Как-то Потерял Интерес Потому Что Я Знаю Что Что Блядь Не Было Какая Адаптация Блядь Не Происходила В России Это Все Сделать Блядь Как-то Плохо Просто Блядь По-русски Вот И Единственное Что у меня Оставалось В голове Это Какие-то Незавершенные Челленджи Личностные Вот Последний Как бы Незавершенный Челлендж Состоял В том Что Клэш Соблой Мне не Казался Пиздатым Я считал Что я могу Сделать лучше В настоящий Момент А на тот Момент Я Не Настолько Был Хорошим Граймером Каким Я Блядь Являюсь Сейчас Я хотел Это Очень Сильно Исправить Тем более Что попался Очень подходящий Соперник Для этого Вот И я Решил Вот так Уйти Под Блядь Фанфары Ну И На самом деле Я Недавно Пересматривал Свой Клэш И Понимаю Что Там Блядь Уже Тоже Куча Ошибок Что Тоже Блядь Не то На самом Деле Но Учитывая То Что Мне Последний Клэш Давался Без Особого На самом Деле Энтузиазма Без Особого Какого-то Интереса Я Уже Половина Работы Она Состояла В том Что Типа Должен Делай А Вот Такого Что Знаешь Глаза Горят И Вот Ебашить Хочешь Не Было Просто Терял Уже Интерес Даже На Момент Подготовки Не Вижу Смысла Просто Этим Двигаться Дальше Мне Интересно Музло Я Занимаюсь Музлом И Буду Стараться Его Реализовать Все Круче 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 И Круче Были ли у меня Когда-нибудь Траблы С выступлениями Публично Да На своем Первом Лайве Я Просто Забыл Текст И Ушел Ушел Блять Со Сцены Причем Текст Знал Очень Хорошо Но Вышел На сцену И Произошел Пиздец Вот Это Было Самое Наверное Стремное Что Происходило А так Траблы С выступлениями Конечно Разные Были На своем Первом Концерте У меня Кровь Из носа От напряжения Пошла От давления Типа Я диафрагму Очень сильно Убивал Себе Блять Так что Мне дышать Было Очень больно Разная Хуйня Происходила Какой у меня Рост Метр Восемьдесят Два Если я не укоротился За это время С кем артистом Мне было приятнее Всего работать Приятнее всего Работать Я вам хочу сказать Своими пацанами Вот приятнее всего Потому что Блять Да даже Логически Представить Вот попадется Тебе Какой-то Исполнитель С которым Ты допустим Работаешь Вы не особо Хорошо знакомы Вы не особо Врубаетесь Как бы Друг в друга Ну ты Прекрасно Понимаешь Что Какие-то Там ты ему Выскажешь Недочеты Он там Обидится Блять На тебя Или еще Что-нибудь На хуй Тебе надо Поэтому Как бы Особо В этом плане Не дергаешься Я знаю точно Что с Сидом И Рамиросом Работать В этом плане Намного легче И намного лучше Потому что Блять Вот эти вот ребята Они задрочены На то Чтобы получилось Хорошо Если ты там Делаешь что-то Неправильно Они тебе возьмут И скажут Так Вот это вот Блять Надо исправить И это охуенно Потому что Блять Вот Это двигатель И это улучшает Треки А так Да у меня на самом деле Не так уж и много Фитов Чтобы я Каким-то там Прям пиздец Опытом делился Я же У меня же по сути В основном Только сольные работы Не считая Как бы своих пацанов Но Блять Что бы там Не говорили Про Моих пацанов Что они там В чем-то Как-то Хороши Или плохи Не знаю Мои пацаны Разъебывают А если Все только дело В цифрах Паблика Ну блять Кого это ебет Нет Кофе Это не Белис Фитшоком Фитшоком Ну я рассказывал Про него Но Фитшоком Произошел Достаточно быстро И Произошел Достаточно просто Из разряда Мы просто сели Написали Записали И типа все Но Я как бы Помимо этого Фита Я вживую С ним Достаточно Количество Времени Виделся И Виделся я с ним Когда он был В Москве А когда он В Москве Он решает Какие-то дела И творческие Соответственно Тоже Ну по крайней мере На которых Я присутствовал И за это время Как бы Обменивался С ним Каким-то опытом Видел Как он работает Видел Как Его подход И Это очень Интересная Хуйня Которая Которая Мне Мне в принципе Понравилось Как он работает И я Я на самом деле Всегда только за Чтобы Ну Человек Типа серьезно Подходил К своему музлу Никакого На отъебись Чтобы работа Была Вот Он может делать Знаешь Он может делать Музыку хуёво Не шок В смысле А вот вообще Ну в смысле Исполнитель Может делать Какую-то музыку Хуёво Конечно Но Это достаточно Такой Субъективный Момент Учитывая то Что особенно В русской индустрии Происходит Но если человек В это вкладывает Какие-то силы И он Ну реально Блядь Изъебывается Если он пытается Как бы понять Если он пытается Как-то Ну переплюнуть себя Блядь Ну серьезно Относится к своему делу То Ну блядь Это В любом случае Намного Ну Прибавляет ему Очков Как бы Хуй знает Как сказать Кого из зарубежных Грамбитмейкеров Я могу отметить Я могу отметить Вести Я могу отметить Рапчу Блядь Пиздец Просто Я могу отметить Блядь Как его Сука зовут Мы Фас Экип Написали Под его бит Блядь Еще И эту Ебаный Трек Блядь Грязь Мы написали По-моему Под этот Ридим Блядь Кто 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 Скажите Мне Я забыл Да какой Нахуй Серспайер Что гонишь Что ли Нет Не могу Вспомнить Льюи Би Вот Ковердер Красавчик Подсказал Мне Льюи Би Блядь Сумасшедшие Просто люди Вот кстати Вот Примерно Вот такого звука Я и пытался достигнуть На флосков Но получилось у меня Достаточно хуево Смотрите короче Видосы Из Битбосс Это такой Андеграундный Канал Где Все на первый момент Может показаться Очень странно И непонятно Хуй знает Почему они так снимают Но Прикол в том Что это батл Битмейкеров Батл продюсеров Ну то есть Ребята получают Просто карт-бланш Нахуй на все И делают Биты Такими Что на них Ну типа Читать не надо Это инструментальный Грамм То есть Они забивают Биты Полностью Так Не оставляя Место Под вокал Ебашило Происходит Просто сумасшедшее Блядь И типа Работа над Синтезом Работа над Звуком Там тоже Сумасшедшее Происходит Блядь Это стоит Смотреть Блядь Это реально Стоит того Чтобы просто Посмотреть Блядь На то Как это все Развивается Блядь На то Как это происходит В Англии С точки зрения Продакшена Потому что Жанры развиваются Блядь Через продакшен Ну как Ну как Не крути Блядь Новый звук Откуда берется Блядь Не новый же Ведь флоу Правильно Коя софт Юзаю При создании Ридимов Я пишу В лоджике Все Вообще Вот блядь Короче Был момент Когда я начинал Писать биты Я написал Пару битов В фельке И подумал Это было Очень Вообще Очень давно Это нулевые В смысле Были И Мне показалось Что это просто Какой-то Ёбаный Конструктор Лего И к музыке Он имеет Слабое отношение Сейчас конечно же Я так не считаю Но на тот момент Мое первичное Понимание Ну ассоциация Моя была такая Для меня как бы Хотелось Что-то более Какое-то Блядь Подходящее Для меня что ли Я увидел Этот лоджик В интернете И Понял Что его нету На Писи И как бы У меня появился Загон Что Типа Я хочу Попробовать Поработать В такой программе Особенно Был какой-то Там Блядь Через Три пизды Колена Блядь Какой-то Товарищ У которого Этот лоджик Есть Он мне Про него Еще и Рассказал Еще в какой-то Аське Ебучей То есть Вот Настолько Это было Давно Не 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 Десять Не Десять Ну Блядь Семнадцать Может Знаешь Типа такая Хуйня И Короче Он сказал Вот Для этого Мак Нужен Но Маки Типа Пиздец Дорогие Давай Типа Хакинтош Тебе Соберем Я такой Думаю Ну Давай И Вот За Двадцать Тысяч Системник Мне Тогда Собрали Это Тогда Кстати Чтоб Блядь Вы Нахуй Понимали Доллар Тридцать Четыре Стоил Просто Чтоб Вы Понимали Блядь Насколько Это Было Давно Вот И Я Подрубил Эту Хуйню И Просто Начал Пробовать Что-то Писать Начал Что-то Записывать И Мне Постоянно Казалось Блядь Что Вот Типа Блядь Ты Смотришь Как Другие Битмейкеры Типа Работают У них Получается Биты 50 раз Лучше Чем У тебя У них Есть Звук Которого У тебя Нету И Может Быть Поэтому Может Быть Там Проделанный Он Вот Только Вот Здесь У меня То есть Без Какой Либо Помощи Блядь Практически Без Каких Либо Подсказок Блядь Только Вот На ощупь Делая Ошибки Может Быть У меня Частично Поэтому Какой-то Ну Мой Рост Мог бы Быть Быстрее И Я Пытался Работать В Каких-то Других Программах Блядь Вот Даже Недавно Я Я в итоге Понял Блядь Что Я могу Все Делать В Лоджи Я Всю Свою Жизнь Проработал Получается В Лоджи Работаю В нем До Сих Пор И Вот Так Вот Как бы Не особо Заебываюсь И По поводу Звука На самом деле У Меня Вот Блядь Сейчас Дохуя На самом деле Звука Вот Что Я могу Сказать Я Я могу Быть Конечно Не Прав Но У Полтерабайта Сейчас Где-то Вот Тупо Звука Это Немного Для Профессионального Битмейкера Я понимаю Но Блядь Я Я бы На самом деле Пользовался Из этого Всего Блядь Гигов 100 На самом деле У меня Выведено Под работу То есть Ну Вообще Мне Настолько Мало Нужно Потому Что Я Уже Очень Много Могу Компенсировать Через Синтез Очень Ну Просто Есть Блядь Не знаю Как это Блядь Назвать Лейерингом Блядь И прочим 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 Я вытаскиваю Очень многие Моменты И получаю Совершенно Другие Звучания Сэмплы Не весят Много И Не нужна Блядь Не нужна Огромная Такая Блядь База Нет Не нужна Если она Если тебе Нужно Что-то Одно Ты можешь Это конечно Достать Там Какой-то Сэмпл Пак Или что-то Ещё И применить Его в какой-то Необходимой Для себя Ситуации Просто Срезать Блядь Какой-то Луп Как Блядь Весь Нахуй Запад Делают Блядь Врубайте Просто Любой Ютуб Канал Как Перебивают Именно Хиты Пост Малона Блядь Какого-нибудь Трэвиса Скотта Вообще Всех Как Что там Делают Битмейкеры Они пишут Драмлайн Они пишут 808 И хуячат Сэмпл Всё На этом Ридим Заканчивается Вообще Нахуй Никакого Блядь Интереса Делать Такую музыку У меня Нету Это Блядь Пиздец Просто И по сравнению С тем Что делают Ребята Из Англии Блядь Просто Ебануться Можно Я Что-то Завернул Очень Сильно Сейчас Будешь Двигать Голодой Граем Эмси В культуре Влиятельный Человек Граем В России На низах Блядь Как только Появляется Кто-то Я говорю О нем Поэтому Не я Должен Двигать А вы Я Блядь Хоть И Являюсь Для Кого-то Там Рупором Грайма И Там Каким-то Влиятельным Именем Но Я Не особо Замечал Чтобы После моих Слов Кто-то Там Взлетал И занимал Вершины Чартов Это Делаете Блядь Вы Вы Должны Это Все Распространять Ну То Есть Понятное Дело Если вам Это Не нравится То Нахуя Но Я Более Чем Уверен Что Большинство Из вас Немного Проявляет Ленивую Такую Позицию Каким-то Репостом И так далее Несмотря на то Что для исполнителя Это Пиздец Важно Особенно Для начинающего Поэтому Типа Ребята Которые Спрашивают У меня За то Что я Должен Кого-то Двигать Ну Да Должен Я в принципе И двигаю Вы только Не двигаете А имен Не так уж И много На самом деле Их Очень мало Появляется Но Они Тем не менее Появляются Поэтому Ребят Если вы Хотите Чтобы Ну Типа Этот звук Вышел на улице Прикладывайте К этому Усилие Иначе Просто Ничего Не получится Скарлорд Ну Блять Типа Не знаю Блять Не засуну В плеера Ай Блять Да Что-то У меня Закончились Темы Для разговора И у вас Финал Квалификации Я Смотрел Но По-моему Не весь По-моему Вот Самый Последний Я еще Не посмотрел Заценю Обязательно Посоветовать Что в плеер Засунуть Давай Открою Свой Плеер Скажу тебе Вообще Короче На самом деле Касаемо Грайма К примеру Что послушать Вот Сейчас У меня Играет Подкаст Тринс ФМ Ну я кстати Об этом Много раз Говорил Что охуенный Способ Послушать Вообще Ну Грайм Это Послушать Какие-то Миксы Я очень Много В последнее Время Слушаю Плейлистов Я очень Много Слушаю Блять Радио Рипов Я очень Много Слушаю Радио Само В целом И оттуда Я вытаскиваю Очень много Музыки Я очень Я практически Не слушаю музыку Вконтакте Я слушаю Ее на Саундклауде И у нее Есть тоже Свои преимущества Потому что Когда ты Слушаешь Какие-то Треки Ты идешь Дальше Не то есть Ну может Тебя занести Блять В такую степь Что ты просто Ну типа Я таким образом Открывал Очень много Интересных Треков Очень много Материала Я переслушал Которого Тупо Вконтакте Нету Ну вот Просто Блять Вот о такой Музыке И Очень охуенные Тюны Касаемо Того Что у меня В плеере У меня В плеере Релиз Девлина Именно Вот сольный Devil In И Something In The Water По моему Который он Совместный EP сделал Вот эти вещи Мне нравятся Мне охуенно Понравился Релиз Новлиста Ну как Блять Сначала я подумал Что это Максимум На один раз Но У меня Как обычно Какая хуйня Происходит Это у меня Лежит в плеере А я Часто гоняю Туда Где у меня Интернета Нет И мне Нужно Что-то Слушать И я В итоге Прогоняю Еще раз Релиз Еще раз И вот С четвертого С пятого Раза Я релиз Новлиста Расслушал И понял Что релиз На самом деле Охуенный Там нету Какого-то Классического Долбилого Классического Какого-то Грайма Там такая Достаточно Самобытная Вот Отличить Грайм От псевдограйма Да Блять Слушать Его На самом деле Больше Слушать Классического Грайма И все Да Знаешь Что я На самом деле Понял Это В принципе Блять Не Столь Страшно Что Блять Кто-то Там Читает Как-то Немного Не так Кто-то Там Делает Что-то Немного Не по Тому Канону Какому-то Блять Тут Дело На самом Деле В отношении Потому Что Ну Типа Есть Разные Как бы Примеры Есть Примеры Того Как чуваки Типа Хуесосят Грайм Но Если Посмотреть Путь Их Движения Видно Что Они Просто Не Могут Это Сделать И Типа Когда У них Начинает Получаться Это Они Это Делают Делают Это Лучше Но В таком Случае Вопрос Зачем Это Хуесосить Было Бы Намного Лучше Объединиться Приумножить Свои Знания Приумножить Свои Силы И Создать Действительно Охуенную Платформу Из Эмси Которые Блять Разъебывают Все На своем Пути Потому Что Дележка На Людей Которые Говорят Пидорасы Вы А вот Мы Трушные И Точно То же Самое Говорят Остальные Это На самом Деле Полная Хуйня Потому Что И те И те Преследуют Одни и те же Цели Просто Немного Под разными Векторами И В случае Какого-то Успеха С обоих Сторон Приведет Все это К тому же Сценарию Все просто Забьют Хуй Пожмут руки И начнут Двигаться Либо Вместе Либо Просто Относительно Скажем Так Не мешая Друг Другу Почему Это Не сделать Сейчас Не знаю Для меня Это Наверное Загадка Но Только Объединившись Мы сможем Блять Захватить Ебучий Мордор Второй Годфазер Хуйня Ну Как Релиз Хорошо Как Продолжение Культового Граймового Релиза Нет Там Мимо Увы Увы Блять Это Что за Видео Было В Стори Это Вот Как раз Таки Битбосс Это Вот Этот Чувак Который Ведущий Блять Он Ведущий По моему С последней Части Именно С седьмого Он Уже Пошел Охуенный Чувак Блять Кофе Процесс Создания Раски Бэйсикс Мы Сели С Видзи И Начали Думать Давай Сделаем Типа Пиздец Блять Вот Прям Вот Граймовый Релиз Мы Не Сделали Это На Шелби Получилась Какая Такая Самобытная Хуйня Давай Сделаем Прям Граймовый Вот Насколько Можем Сидели 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 Делали Что-то Настукивали Настукивали Я Говорю Давай Это Сделаем Блять Попробуем По крайней мере Сделать Это Так Чтобы Это Было Вот Именно С Каким То Блять Русским По текстам Что Вот Типа У Нас Типа Вот Я За Эту Хуйню До сих пор Топлю На самом Деле Типа Чуваки Пытаются Попасть На Какие-то Западные Лейблы Блять Битмейкеры Чуваки Пытаются Блять Отправить Свои Видосы На Риски Роудс Блять И так далее Там Выкупают Там Каких-то Блять Продюсеров Следят За ними Какими-то Там Еще Вещами Это Все Охуенно Но Почему В России Нету Блять Охуенных Битов Которые Становятся Классикой Почему Нету Именно Блять Песен Почему Нету Граймовых Песен Блять Которые Будет Знать Каждый И люди Будут Приходить И просто Орать Про Это Нужная Хуйня Не то Для развития Жанра А просто Для того Чтобы Нам Было Вообще В целом Что Показать Какие-то Классические Вещи Мы хотели Это Сделать На Раски Бэйсикс Не скажу Что Прям Пиздец Получилось Но Бэкбэк Икс Мы Все Добили До Нужного Звучания У меня Прямо Стояла Цель Я Помню Что Один Из Самых Первых Ридимов Граймов Это Был Пульс Где-то Хуячили Неделю Это Тридим Мы Достучались До него И я Сел Сразу Записывать Вот У меня Тут Там Кто-то Спросил Типа А как Можно Выдвинуть Грайм В массы Если Все Вокруг Слушают Коржа Блядь Ну Типа Корж Не такую Уже Хуевую Музыку Делает Во-первых И я Думаю Корж Даже Как бы Сам Знаком С Граймом Не Хуже Блядь Чем Ты Хоть Я Не знаю Его Лично Это Во-первых А во-вторых Типа Здесь В трансляции 120 Человек Когда Я Начинал Заниматься Этой Хуйней Люди Не знали Что Такой Релоуд Когда Я Хотел Начать Заниматься Этой Хуйней Из Грайма В России Насколько Мне Известно В крайней Мере Из того Что Считалось Граймом В России Был Ноу Лимит Который Писал Свой Альбом Года Четыре Или Пять Если Не ошибаюсь Был Оксимирон Парой Граймовых Треков И Обладает Это Вот Блять Все Что Имела Россия Никто В душе Не ебал Половина Считала Что Дабстеп И Грайм Это Одно И то Сейчас Какие Худобедные Блять Полурэперские Клэши Но Проходят Есть Что Показать Есть Битмейкеры Есть Исполнители Участвуйте Ёпты Просто В процессе И двигайте Его Просто Блять Присутствуйте На этой Платформе Это же Это же Типа Просто Следите За этой Сценой Блять И прикладывайте Свои усилия Для ее Развития Я Блять Вижу Как Эмси Достаточно Неплохие Эмси Дропают Какие-то Трэчики И Типа Там Сколько там Блять Десять Двадцать Репостов На их Треках Ну это же Блять Смешно Вас Сто тридцать Нахуй Человек В этой Трансляции Сделайте Блять Приятные Людям От вас Че Блять Убудет Что ли А им Это Может быть Поможет Не Поможет Их Проблемы Поможет Охуенно Будет Не будете Сдавать Мне Такие Вопросы Сейчас Как будто Намного Лучше Есть Плески Не Не Знаю В какую Очень Много Людей Используют Жанр Именно Грайм Только Для Того Чтобы Как-то Через Него Выбраться Во что-то Другое Не Вопрос Но Тем Не Менее Из Того Что Что Получается Неплохо Так Это Обычный Сленг Относящийся К Какой-то Блядь Субкультуре И Всего А То Что Ты Говоришь Типа Вот Это Вот Рут Бой Рут Гял Вот Это Патва Мне Джевелс Объяснял Ямайский Сленг Очень Много Из Этой Патвы Используется В Грайме Что Означает Эски Насколько Я Знаю Это Термин Который Вайли Внес Когда Он Занимался Продюсированием И Вот Разработал Скажем Так Свой Какой-то Стиль В этом Продюсировании С использованием Там Набора Звуков Это Лоудскульный Грайм Эски Вот Кстати На Битбоссе Очень Дохуя Этих Эски Элементов Используют Их Преобразовали Их Развили Во что-то Новое И Это Звучит Ну Для 2017 Тире 2018 Года Очень Охуенно И Очень Свежо Многие Из Этих Звуков На самом То Деле Используются Сейчас В Экспериментальной Электронной Музыке В Фэшн Электронщине Какой-то Блядь И Прочем Прочем Таких Блядь Закрытых Очень В вещах И Делах Звучит Охуенно Звучит Бегущий Бегущий По Лезвию Охуенный Обе Части Но Вторую Часть Я Не Досмотрел У Меня В Туре Сел Ноут В Поезде А Потом Он Нахуй Сломался А Потом Мне Уже Было Некогда Мобило Садится Блядь А я Не Могу Посмотреть Могу Посмотреть У Меня Садится Мобило Вроде Все Что Мог Я Вам Рассказал Давайте Пацаны На Связи Будет Мне Чем Новым С Вами Поделиться Я С Вами Как Нибудь Поделюсь Удачи Могу Могу